Над камерой пройду низко. Сюда мой друг Саша как-то проявлялся на вертолете. Представляете? Ой-ой-ой. Сейчас. Не знаю, сбили мы камеры или не сбили. Доброе солнечное утро, друзья. 1 января немножечко снега вокруг, ну точнее инья. Чистое небо. Буквально день назад вчера шел какой-то непонятный снегодождь вечером, тучи вообще ужас, ужас, ужас. А сегодня вот оно, чистое небо, Новый год и вот там вот сегодня ожидается термичка замечательная, в которую нужно обязательно полетать. И что я сейчас сделаю? Я сейчас поставлю на зарядку пепестрель, вот приехал, вот еще проснулся первым делом заряжать планер. Потому что если раньше залил бензин в бак, то сейчас нужно зарядить батарейку. Я ее вчера как раз специально разрядил на длительное хранение, но кто же знал, что сегодня можно будет полетать. Прогноз говорил о более плохой погоде, а вот реальность вот такова. Видимо, небо там что-то там подсчитало, что ну очень хочется слетать на электрическом планере. Вот, собственно, и полетим. Как чудесно сверкает иней на пресепе от пепестреля. Я рад, что собрал планер вчера, иначе он бы сейчас был бы переохлажден и заряжал бы с собой несколько дольше. Теплый ангар. Почему он теплый? Потому что земля под ним теплая. Этого хватает, чтобы ангаре была круглый год плюсовая температура. Подсоединили вилочку к планеру. И теперь длинный кабель соединяет его с зарядным устройством. Осталось нажать что-то на зарядном устройстве. Что здесь есть? Можно сохранение как раз вот поставить на его на режим такое ожидание для хранения. Это полная зарядка. 8 ампер. Нормально. Средний ток как раз мы его используем. Ну что, чардж? Оп. Пошла жара! Какое-то сообщение на моторе. Я чувствую наиграть с этой игрушкой. Видите, у каждой штуки какие-то свои сложности. У бензина одни, у электричества другие. Но надо сейчас попробовать разочек и мы поймем насколько это все-таки имеет смысл и не пора ли вернуться к проверенному ротоксу-503. И что, на что батарея греется. Ну все правильно. То есть заребиться эта штука не может потому что батарея холодная. Нагреет батарею. Зато перед полетом греть не придется. Вот в таком виде эту балалайку можно оставить на пару часиков. Как раз она зарядится перед нашими полетами. Ну и заодно батарейки нагреются. Зарядная устройство 6 градусов, а батарейка 1 градус. Собственно, поэтому ее и нагревают для того, чтобы начать заряд. Шужит, шайтан, машина. Так просто ее не обманешь. Типа, давай, заряжайся. Нет, сначала я нагрел батарейку, потом еще потом спляшу. Прочитал я, что делать в воздухе, если хочешь, чтобы можно было всегда запустить двигатель, нужно батарейку держать включенную. То есть, получается, если мы лезем в волну или еще куда-то, то батарейка должна работать и сама себя подогревать. Посмотрим, насколько ее хватит. Еще один нюанс в том, что планер нужно хранить такой в ангаре, потому что он постоянно подогревает свои батарейки, не дает им охладиться ниже определенной температуры, которые могут повредить, скажем так, ресурсы этой батарейки. Так что не так все просто. Не то, что взяли этот планер, бросили на улицу, там, минус 10, и надо или батареи тогда демонтировать, снимать и хранить все в том помещении, ну, либо вот как сейчас в ангаре. Так что и так все просто с этими вашими электромобилями. Прошло несколько часов, батареечка зарядилась на 100%, отключаем заряд. При полностью заряженных батареях 87% всего лишь общий заряд. Так что как бы вроде как бабушка с дедушкой за хлебушкой, но 13% нету заряда. Ку-ку! Макс, скажи ку-ку. Макс, папа летит на электрическом пепестреле? Да. Что ты ему пожелаешь? Хорошего полета и вкусного чая мне. В небе чая, чай забыли, Макс. Чай забыли. Все, друзья, мы погнали облетывать электрический пепестрель. Очень страшно, но очень ответственно. Максик, все, ты с мамой? Да, жена любимая. Если жена поцеловала, значит, все будет хорошо. Так, да, и тебя, иди. Все, давайте. Что ты хочешь мне сказать? Кто-то много ест. Нет. Да. Серега меня спрашивает, точно ли я меньше 120 вешу. Да я и даже 90 не вешу. Мастер, это у нас включается вся конструкция. Сейчас включится, скорее всего, подогрев батареи. А может, не включится? А, для этого надо сначала батарею активировать. Да, вот включилась батарея, греется. У нас 87% заряда батареи. Ну, собственно, как я ее и снял. О, 13% дает солнечная батарейка. Так, мы включаем активируем нашу систему. И, в принципе, выпускаем сразу двигатель. Нихай он идет вверх. Ну, Серег, я сам еще ни разу на этой штуке не летал. Эх, где тут запасной парашют-то? Серег, запасного парашюта нет, есть только вот это. Если что, дернули и забыли. дернуть вот сюда, на себя. Да, так, давай аккуратненько опускаем фонарь. Так, ну, фонарь, конечно, не очень чистенький. Что, поехали? Что, на параде? Погнали. Ну, 30 киловатт. Оп, оторвались. Набрали безопасную высоту, теперь можно шасси убрать. Оп, шасси убрано. И нужно уменьшить мощность до 27 киловатт. Ну, не так и плохо. Форточки надо закрыть. В носу форточку, где закрывается? В носу, вот. Ну, что, Серега, как тебе? Да, пока непонятно. Я жду, когда ты выключишь, тарахтел. Да, я сам хочу выключить. 20 киловатт я сейчас поставил. пока привыкнуть. 78 процентов. Жрем энергию со страшной силой. Смотри, термичка вон. Ну, полетели. Полетаем. Полетели туда, слетаем. Говорите, что на 100 набор самый оптимальный. Обороты 1900. Как бы норма. Скороподъемность у него, ну, вот сейчас 3 метра. Пока мне все нравится. Да, конечно, тишина, прям ощутимая. Так, что у нас с ветром, кстати? Может, мы и выпарим здесь. Север, уже 90 градусов ветерочек. Ну, полетели тогда на Сен-Жене. Батарея 73 процента. Ну, что-то по двоим парку. А если все-таки максимум дать? Смотри, 30 киловатт больше не дает. Допустимая мощность. Ну, видимо, из-за температуры воздуха, что ли, или еще что-нибудь. Должна давать чуть ли не 40. При этом мотор 33 градуса, инвертор 40, батарея 25. В таком режиме и на 11 минут у нас всего энергия. Да, это тебе не бензин. Электричество, это, конечно, хорошо, но как-то... Что тебя смущает? Слушай, меня смущает, что если заглушу двигатель, у меня будет только половина батарейки. Стартовал плюс 87 процентов в бонесострове. Согласен, но она-то дает то, что дает. Ну и выключаемся. Это оптимист. Ну, я надеюсь, что здесь будет будет здесь динамик. Оп. Судя по всему, от мотора убрался. Похоже на то. Ну, динамика тут не факт, что и есть. Так, 100 км в час, триммер сейчас переставлю на чуть побольше скорость. смотри, есть немножко. Ну, как раз запад прогнозный. Ну, так. Еле-еле душа в теле. 2 метра в секунду. Ну, сходит здесь какой-то платочек. давай попробуем поднаберем. Так, закрыл окно плюс 5, хорошо. Что здесь у нас динамик, скорее всего, все-таки. Как прибор, у этого не привык. показывает 315 градусов 25 км в час. смотри-ка, мы сейчас вполне себя и наберем. Где? Здесь. Нет, где показывает. Ветер, вот. Вот, что? Термичка, куда надо лететь? Слушай, ну, вот тот случай, когда мы туда не долетим. На вот этом электрическом допестреле. Точнее, долетим, но высадим тогда батарейку полностью. А я пока не готов к такому развитию событий. О, люди, смотри-ка, человечек на вершине с палочками ходит. Уп! Здесь удачное такое место. Идь! Ну, видишь, конечно, пипистель вертится вокруг уха. Вот это вот, считай, что офигенно его достоинство. Сейчас мы рядышком с человечком пролетим. Высоту набери. Ну, что-то высота. Высота это так. высота это расстояние. А вот человечек это весело. Ю-ху! А высоту мы, видишь, превратили энергию. Мы, кстати, так лучше набираем. Мы опускаем в зону, где есть динамик и набираем там высоту. Да, как-то тукненько. Ну, что ничего. Вот этот угол хорошо держит. Мы не особо набираем. Да вот тоже. Зато можем пошалить, смотри. Да лучше набирай. А-а-а-а-а! Шалим на электрическом тепестреле это электрический планер 54 процента заряд батарейки набрали мы на батарейке 500 метров на самом деле немного но еще столько же набрать можно хотя производитель обещал что тут будет батарейки на 2100 метров как всегда врут ну зато вот 1 января и мы летаем шортах вот таким рельефом черпаем энергию у природы радуемся жизни новый год новое счастье новая электрическая игрушка для планера ты не так плохо потому что взлетел и дальше можешь без двигателя летать сколько угодно а двигатель если что использовать в случае какой-то нештатной ситуации и на эту нештатную ситуацию у нас еще осталось как я вам говорю 54 процента взял я поточек восходящий именно термического типа потому что ветерок слабоватенький потихонечку выкручиваю оказалось что у этого кипестрельчика не скомпенсированный вариометр не знаю то есть видимо может быть подключен неправильно потому что он сильно реагирует на ручку то есть сброс скорости приводит к изменению показания вариометра и достаточно сильно меня прям дезориентирует как тебе серёга пипец или скажи лучше мне нравится то что ты сидишь вот рядышком и кабина большая они вот эти вот байдарки классические планера мне удобно ну мне сама концепция очень нравится посидеть по трендить ну да этого не отнять конечно запас энергии меня пока не очень нравится это первый взлет я бы не стал делать будем считать что это зима а кстати это видел что здесь этот джи метр показывает перегрузку ну-ка вот нифига 2 выжил я предупреждать надо вот видите друзья что я говорил как и ручку взял на себя сразу же вариометр начинает показывать цену на дрова конечно надо будет настраивать здесь трубки проверять что откуда идет возможно просто не подключен x друзья мы нашли вспышечку облака впереди и если мы просто к нему полетим то ничего хорошего не получится у нас мы просто не долетим до туда поэтому активируем систему и выпускаем двигатель двигатель пошел и скоро вот здесь вот будет написано что он доступен пока ничего не написано экранчик конечно очень четкий яркий до активной системы ну-ка погнали ну ставим 20 киловатт и погнали на 13 минут у нас энергии если бы мы полетели без мотора мы бы были ниже горы там ротор ничего хорошего вряд ли вы смогли бы выбраться а сейчас придем на приличной высоте и сможем добраться до кромки вот этого область облачка в любом случае перепрыгнули в новое место и у нас есть еще один шанс поиграться до серега я бы еще попробовал потом вот туда перехватить ну если энергии хватит 43 процента есть процент уже как корова языком слезала с 1400 мы начинали 130 метров добрали по опыту вот всегда где-то вот здесь поток живет но и судя по всему он вроде как и есть часто трех метров запрос понятно что это мотор давай немножко высоты наберем 36 процентов батарейка хотелось бы конечно резерв какой-нибудь оставить не 30 это уже будет нельзя вот 34 процента ниже 30 и разряжать не рекомендуется но глушусь тогда и убираем двигатель до 34 процента вам моторчик убрался подъемчик бы не говори сейчас вот где-то здесь должно быть есть тут всеми не знаю вот 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 ну вот давай вот сейчас в левую спираль и попробую встану вот так как раз и подкукивает дам а до тех облаков не долететь а был бы у нас бензиновый пипестрель никаких проблем 30 литров бакета на полтора часа дам так что еще вопрос какой пипестрель я хочу бензиновый который у меня уже был или электрический которым не еще нет друзья хорошо что не купил сразу электрический потому что для целей вот таких полетов когда много полетов все таки может быть бензиновый то я не так и плохо повыше и вот так вот серёга ну красота ведь с тобой высоту невозможно набрать почему ради кадров сливаешь все садить контент огонь так вот а контент и бедро а мама мое летать а мои подписчики глубоко уважаемые ты о них не думаешь нет я думаю о том что я хочу полетать я течу с мотором счету пущу часть эти найду какой-то ну еще 33 еще четыре процента включить и выключить да друзья но зато смотрите какие кадры и пестрель бросается к вышке за собой гонимся смотрите красотище то какая ты доволен серёг я нет почему потому что вместо того чтобы летать мы снимаем кадры ну и за из-за из-за этого мы просираем всю высоту вместо того чтобы как пара просирают и где-то лишь поток нашел тебя счет нашел ты потерял 200 метров 250 жадина кого и как это зануда ты честное слово друзья напишите серёга за туда или не зануда как с таким летать как с таким пепестрили будут выду давай тогда показывай на хочешь кстати пили ручку видеть ну конечно оставил 200 метров на кстати убери жили все эти одна ручку дейти и влети все пусть сам плане на загнал нас ушел будет теперь вылетает ой лети планер лети и а чё ты не летишь-то сам лиц ладно я предлагаю попробовать вот в ротор от той горки может быть там пузырики такие поймаем собственно единственный шанс который у нас остаются да вот так подумать что пора думать о посадке вот друзья наш лабадима теле он в одной москать место высота 900 метров планер чужой не хочу какую-нибудь экстремальную посадку устраивать на малых высотах поэтому возвращаемся на аэродром и будем выполнять заход на посадку давай я шасси выкину и и шасси на фиксаторе здесь опасный момент бывает шасси выкинула они на фиксатор не стали и тогда ничего хорошего так закрылок пока на т потом на лендинг переставлю да с боковичком будем садиться чисто 90 градусов проверим тормоза тормоза есть не буду делать огромную коробочку главная свиней перелететь лишь там свиньи накопали пока не но я тоже не хочу далеко слишком сейчас спокойненько скоро сейчас сто 110 лишь приходится немножко бочком лететь ну так так и сейчас на посадку очень козли часто увидишь сейчас не даю ему как тут вижу ну лишь как он козлит противно но с другой стороны ну папа пробил чуть-чуть и все сейчас лучше будет заднее колесо примкать она на определенной скорости но я сейчас ручку отдает себя чтобы его разгрузить а начиная так красиво вибрировать шимми делать на заднее колесо вибра все и потом через некоторой скорости это пропадает ну или на траву если съехать она такую гадость только на асфальте делает ну вот видишь как и позорно не доехал до ангарах будем толкать а чё толкать то у юма и мы сейчас доедем с тобой пафосно даже удобно бэм 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 и жопа его затолкаем ну вот светишь 29 процентов почти можешь сказать не использую убираем мотор ждем ну вот можно открывать уже фонарь так это тоже выключаем батарейку выключаем и мастер свитч выключаем летать разучился ничего не смог лайнер купил летать не купил была была бы здесь девушка который можно за коленку вот так потрогать я бы я бы потрогал а так видите вот так только серёга меня может за коленку потрогать да я бы я бы тебя потрогал если что-то там вот смог да а так вот на моторе позорно потрахтел вот так друзья даже даже вот не досталось мне ничего солнышко светит через фонарь и вот раскладывается на радугу смотри папа радугу в руку поймал то поймал радугу в руку макс тебе нравится летать на плане я нравится на пикистеле очень что там рулю шушь я делаю так сюда мой друг сажал как-то перегулялся на вертолете представляете Никого нету, понятно Смотрите, как красиво тень нашего Кто-то там сидит, нам помахал ручки Там был грибок На грибочке сверху? Да Он нас снимает Снимает? Да Может, там фотографию пришлет? Ой, 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 сейчас Я знаю, сбили мы камеры или не сбили Ну что ж, какие выводы? Первое, конечно, характеристики, которые заявляет производитель По одному полету, конечно, судить нельзя Но вот хотя бы берем так Для зимы, для вот текущего состояния Когда температура окружающего воздуха там 3-4 градуса Конечно, слабенько Как вы видите, мы слетали Но сказать, что это полноценная замена бензину Нет Если брать планер для активной работы То, наверное, все-таки нужен пока бензиновая версия А если взять для себя так полетик сделать на выходных И далеко не летать То вполне себе ничего Я бы оценил, сколько мы сегодня набрали Получается Первый набор был 500 метров Потом мы набрали метров 400, да? Меньше И 100 У нас была энергия на километр Хотя, производитель дает, что этот планер Даже с самой маленькой батарейкой Он должен набирать все-таки больше А с самой большой батарейкой Эта штука должна набирать 2700 То есть мы, по идее, могли вот там Над пикдебюром оказаться Но, увы, не оказались Сказать, что первый был инкомом? Нет Прикольно Разобрались Полетали Будем исследовать возможности этого планера Дальше и дальше И будем надеяться, что технически Электричество будет постепенно С улучшением батареек совершенствоваться Сейчас уже появились батарейки Которые полкиловатта на килограмм А здесь пока стоит поколение Которые там, наверное, 250 ватт на килограмм То есть, по идее, на этот планер Через какое-то количество лет Можно будет сделать батарейку Которая будет емкостью в два раза выше Посмотрим Поживем, увидим Я очень рад, что слетал Огромное спасибо владельцу планера За предоставленное удовольствие До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта До новых позитивных роликов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова